Каждую среду в вечернем эфире Рязанского областного радио «Культурная среда». Мы возрождаем традиции. А теперь откину к литературе. Поэтический и культурно-просветительский проект «Живое» продолжает знакомить рязанцев, интересующихся поэзией, с современными авторами, живущими в других регионах страны. В минувшую субботу гостями проекта стали Дмитрий Воробьев из Чебоксар и Виктор Лисин из Нижнего Новгорода. Они представляли свои новые, недавно изданные сборники. Виктор Лисин совсем молод, ему всего лишь 22 года. Он активно участник поэтических фестивалей в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Москве, Калининграде. Публиковался в различных интернет-изданиях, в журналах «Воздух» и «Волга». Его первая книга стихов, вышедшая в 2015 году, называется «Теплее почвы». В предисловии к ней поэт Сергей Сдобнов написал, что в книге Виктора Лисина растет мир памяти о навсегда потерянном детстве. В одном из интервью сам Виктор Лисин сказал, что впечатлен жизнью. Послушав его стихи, я бы добавила, что молодой поэт впечатлен и жизнью, и смертью. Поле детства для меня необыкновенно важно. То, что со мной происходило тогда, в том возрасте, оказало на меня очень большое впечатление. То есть это различные поля, подсобные люди. То есть не обязательно, что они были окрашены положительно, эти модели, они были окрашены негативно. Иногда этой окраски нет, но они очень сильно повлияли, и в том числе повлияли на создание книги, которая называется «Теплее почвы». Предисловие к ней написал Сергей Сдобнов. Рисунок Виктора Качайна, да? То есть это изображен такой подземный ковчег спасения, как бы очищения через это оживание в смерти. То есть это вот можно так воспринять, да? Земля одета на вырос, война, дыра, зашитая кожей. Я весь их кожа, одной ногой в земле, как цветы. Человек – вода, и я смотрю на отражение в воде. Дмитрий Воробьев – более зрелый поэт, в отношении которого можно говорить об эволюции творческого метода. Ему 36 лет. Он преподает философию в Чебоксарском педагогическом университете. Сборник, который он представлял в Рязани под названием «Зимняя медицина», это уже четвертая книга его стихов. Литературному делу я не учился, это самообразование. Я работаю сейчас преподавателем в Чебоксарском государственном педагогическом университете, преподаю философию студентам. Вы философ по образованию? Да, кандидат философских наук. А когда вы начали писать стихи? Серьезно, осознанно, осмысленно начал писать стихи с 2002 года. До этого я писал несерьезно. Писал в юности. Такие типичные эротические лирические этюды. А вот почему вы обозначаете рубеж, 2002 год? Что значит, вы начали писать по-другому? По-другому это как? В 2002 году случилось так, что я разбил себе лоб о книгу одного поэта. В буквальном смысле? Нет. В метафорическом смысле. Это была книга, к которой я споткнулся, которая произвела на меня большое впечатление. Это книга Геннадия Айгии. И я ее очень внимательно прочитал. И в тот период был такой сложный жизненный этап, когда я учился в эсперантуре. И нужно было определяться каким-то своим жизненным выбором, какой путь избрать. Это был такой критический период в моей жизни. И эта книга, она очень была важна для меня. Геннадий Айгии – одна из ключевых фигур советской вангардной поэзии 60-70-х годов. Однако его поэтическое творчество стало знаменито только в 90-е и 2000-е. До этого Айгии был в большей степени известен как переводчик мировой поэзии на чувашский язык, поскольку Айгий – чуваш по национальности. Стихи он писал как на чувашском, так и на русском. Но опубликованы они были только в начале 90-х. В Чебоксарах, столице Чувашии, к творчеству Айгии относятся с особым вниманием и пиететом. Собственно, со стихотворения Геннадия Айгии «Детство», написанным еще в 1960 году, и начал свое выступление Дмитрий Воробьев. По словам Дмитрия, анализируя его, он понял, что звучание написанного текста имеет такое же значение, как и смысл. Здесь есть попытка сыграть, сделать стихотворение на том, что, кроме того, как оно написано, важно, как оно звучит. Что вот эти «р», которые повторяются во фразе, или какие-то там «когти птиц», это не просто «когти птиц», а это некая звуковая фраза, которая важна сама по себе. Как это звучит, должно играть такую же роль, чем смысл этого. То есть нужно найти баланс между звуком и содержанием, между голосом и логосом. И когда я для себя решил это стихотворение, как оно работает, на что нужно обращать внимание, я понял, что вот этот баланс между голосом и логосом – это то, что нет у меня. В моих прошлых текстах этого нет. Этого нет. И я понял, как сложно добиться этого, чтобы стихотворение было не только написано, но оно оживало в процессе чтения. Книга «Зимняя медицина», она вся построена по принципу баланса хрупкого равновесия между голосом и логосом. В этой книге, наверное, впервые сознательно попытался найти вот такое хрупкое равновесие. В этой книжке три цикла. Первый называется «Зимняя медицина», второй цикл – просто наброски, а третий – это «Сухие стихи». Первое стихотворение из «Зимняя медицина» – это такой синопсис ко всему циклу, такое краткое содержание. А краткое содержание такое, что в этом цикле очень простая фабула. Есть некий человек, который зимой куда-то идет, и он падает. И неясно сначала, кто этот человек, куда он идет, почему он падает. И этот цикл – это такие картинки, такие зарисовки, такие точки, такие фотографии, в которых внимательный читатель, слушатель может найти некоторые подсказки, некоторые ответы на вопрос, кто этот человек, куда он идет и почему он падает. Пусть стихи будут жесткими, хрустящими, прощальными, как снег или песня о снеге. Замерзающего человека все тише голос не связнет в дорожных сумерках. Повторю последнюю строчку. Твоя дорога домой – единственный дом, наверное. Процесс движения, отсутствие явного ориентира – это и есть сфера, где обитает поэт. Его поэтический путь, где он пытается соединить голос и логос. И вот стихотворение под названием «Распевка». Закрыл на секунду глаза, аюнь, и уже зима. Хор проводов распивается на просторе, свистит само по себе сознание соло. О том, что зима под снегом невидима, как дорога домой, до самого дома. Однако именно сложная форма для большинства читателей становится тем камнем преткновения, из-за которого у них пропадает интерес к тексту. И даже если книга стихов попадает в руки, то ее быстро откладывают, как что-то малопонятное, заумное, трудное. Но Дмитрий Воробьев, как и многие современные поэты, считает, что чтение текстов – это тоже непростой труд. И встреча или не встреча с автором зависит от желания и усилий читателя. А вот это отношение поэт-читателей, они как для вас складываются? И вообще, что вы об этом думаете? Вам важно иметь своего читателя? Вот то взаимопонимание для поэзии, оно, конечно, довольно условно, но тем не менее, которое может существовать. Или оно бывает очень-очень маленьким, скажем так, единичным? Вот сейчас, мне кажется, так, что есть два таких подхода, две стратегии поэтические, которые выбирает автор. Либо он хочет достичь сиюминутного, краткосрочного успеха у большого количества читателей. Такие поэты тоже сейчас есть. И там, когда есть такая задача, уже дело не в том, чтобы создать нечто новое и уникальное, а наоборот, создать то, что все узнают, все поймут, всем это будет близко. И есть такие странствующие поэты, всем известные, типа Ессоя, которые много кому известны, которые пишут для определенной публики, скорее всего, для влюбленных или невлюбленных, потерявших свою влюбленность, девиц прекрасных. И они получают известность в определенных кругах читателей. Вторая стратегия, когда поэт работает не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе рассматривает себя, и он не стремится к тому, чтобы получить как можно быстрее, как можно большее количество читателей. А он ориентируется на то, что у него будет, допустим, грубо говоря, 10 человек читателей. Через 100 лет, может быть, 100. То есть будет небольшое количество читателей сейчас, и потом небольшое количество потом, и потом, и потом, и потом, и потом, Там из поколения в поколение будет довольно небольшой круг ценителей вот такого рода литературы. Но и после смерти, через 100 лет, через 500 лет, ну, допустим, да, возможно, будут люди, которые будут говорить, да, это интересно, да, это необычно, да, это для меня важно. Хорошо, ну, вы работаете на перспективу, на будущее, но, тем не менее, сегодня вы приехали в Рязань. Почему вы, собственно, в Рязань приехали, и что вы хотели бы донести до рязанских читателей, которые вот пришли сегодня на встречу? Почему я приехал в Рязань? Потому что позвали. Потому что есть люди в Рязани, которые считают, что вот то, что я пишу, важно, близко им, это их трогает. И это, наверное, есть главная причина, почему я приехал. Ну, а если бы пришел сегодня какой-то незнакомый человек, незнакомые люди, вы бы хотели, чтобы они, ну, что-то поняли из того, что вы читаете? Или почувствовали? Я бы хотел, чтобы они почувствовали, но случится ли встреча читателей, поэта, или не случится, зависит не только от поэта. Да. Дело в том, что литературное поле, оно довольно сегментировано, и есть очень специальные области знаний не только в литературе. То есть, допустим, есть высшая математика, и есть какая-то физика атомного ядра. Вот когда человек читает книгу по физике атомного ядра, и он понимает, что ничего не понимает, должен ли он теперь возмутиться и обидеться на автора этой книги? Потому что он ничего не понимает в этой книге. То есть, вы считаете, что читатель тоже должен проделать определенную работу, и может быть, очень большую? Да. Я считаю, да, что читатель тоже несет свою долю ответственности за встречу, вот эту встречу читателя и писателя. Встреча с приезжими поэтами проходила в галерее Виктора Иванов и Земля Рязанская. Тех, кто пришел, было мало. Это постоянный круг участников проекта «Живое». Но приехавших поэтов малочисленность публики не пугала, поскольку узкий ближний круг сегодня и составляет поэтическую среду не только в Рязани, но и в других городах. Я думаю, такой среды вообще нет сейчас в России. Ни в Рязани, ни в Чебоксарах, ни в других местах. Есть, конечно же, литературные объединения, литературные клубы, есть тусовки. А вот так, чтобы была какая-то система, которая взращивала бы молодых поэтов, мне кажется, такой системы нет. А есть отдельные энтузиасты, вокруг которых собираются интересующиеся люди. Вы слушали программу «Культурная среда». Ее подготовили ведущая Лариса Лобанова и звукорежиссер Виктор Сараполов. Всего вам доброго и ярких культурных впечатлений. Каждую среду в вечернем эфире Рязанского областного радио «Культурная среда» мы возрождаем традиции.